МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, здравствуйте! Привет из научного института Муди. Знаете, что это? Нет, это не модель летающего блюдца, не космический корабль. Но точная модель основного носителя самой удивительной транспортной системы на свете. Это красная кровяная клетка, увеличенная в размере в 100 миллионов раз. На протяжении лет мы изучали многое здесь, в лаборатории. Но вот уже долго мы занимаемся самым важным исследованием жизни, жизнь человека. Каждый новорожденный ребенок открывает нам снова чудо Божьего творения. Это живая скульптура, меняющаяся с каждым часом. Это места архитектора о совершенстве. Вот это конечная точка полной автоматики. Строение, ремонт, дыхание, сердцебиение. Все полностью автоматично. Жизнь драгоценна и чудесна. И все же при всей ее важности, как малорядовой человек знает о самом себе. Теперь почти каждый подросток знает больше об автомобиле и его частях, чем рядовой взрослый знает о себе. Да, кстати, все, что вы знаете о машине, поможет вам понять ваше тело, так как между ними удивительные сходства. Вдохните. Выдохните. Это были всасывания и выхлоп мотора с 30-ю биллионами цилиндров. Видите, у человека 30 биллионов клеток в его теле. И каждый из них, как маленький мотор. И он палит горючее, нуждается в кислороде для сгорания, накрывается и нуждается в охлаждении. Попускает отработанный газ и совершает работу. Подумайте. Мотор с 30-ю биллионами цилиндров. И помните, что каждый мотор нуждается в постоянном снабжении день и ночь на протяжении всей вашей жизни. Даже восьмицилиндровый мотор весьма сложен. Мы льем горючее в бак, масло в картер, воду в радиатор, кислород входит по впуску, отработанный газ уходит по трубе. Электрический ток для искры идет по зажигательной системе. У каждой отдельной функции отдельная система снабжения. Я думаю, что творец мог бы дать каждой клетке тела отдельную линию снабжения, нужную для исполнения ее функций. Но он не дал. Он сделал нечто гораздо более чудесное. Что-то, о чем бы автомобильный инженер сказал, абсолютно невозможно. Он соединил их все в одну общую систему, кровеносную. И истории этой красной жидкости, несущейся по артериям и венам вашего тела, с каждым ударом сердца, самые удивительные, чудесные и фантастичные истории во всей материальной Вселенной. Если бы вам было возможно сжаться до размера микроба и войти в кровеносную систему в мурном потоке движения, по сравнению с которым самые запруженные автострады выглядели бы как оставленная пустынная дорога. Вы увидели бы, как красные тельца совершают свою невероятную химическую магию, как грузы сахара, жира, химикалии и минерала перемещаются с места обработки, в разной части тела. А грузы отбросов и лишнего материала отправляются на свалки или агрегаты размещения. Вы бы увидели, как опытные механики спешат заменить износившиеся и поврежденные части клеточного мотора вашего тела. Вы видели удивительную систему регулирования движений с сигналами на каждом перекрестке и как все это контролируется электронным мозгом, чтобы все собиралось и доставлялось куда и когда нужно без лишней траты времени. Но если бы, сжавшись до размера микроба, вы оказались вредной бактерией или просто подозрительным типом, вы бы никогда не вошли в кровеносную систему. Подобный привидению исполин выйдет из стенки капилляра, не оставив отверстия в нем, и проглотит вас. Эти подвижные привидения белой клеточки или лейкоциты, они составляют армию из 35 миллионов дружинников, готовых охранять мир и отражать вторжение. Вы помните, мы сказали, что клеточки тела подобны моторчикам. И пища, которую вы едите, подает горючий для его работы. Но мало горючего для того, чтобы мотор работал. Знаете ли вы, что мотор вашего автомобиля употребляет более 9 тысяч литров воздуха на 1 литр бензина? Тело человека весьма эффективно в употреблении кислорода. Но ему нужен по крайней мере 15 литров чистого кислорода в час, чтобы поддерживать холостой бег моторчиков во время отдыха. Но когда мы в движении, спрос поднимается до 277 литров и больше чистого кислорода в час. Кислород должен быть доставлен из легких в клеточки всех тканей тела. Только одним путем кислород может попасть в клеточки по кровеносной системе. И все же одно ясно, его невозможно доставить в виде газа. Это смертельно. Если в кровь впустить воздух, образуется паровая пробка, сердце останавливается. По этой причине врачи так тщательно удаляют воздух из шприца, прежде чем делать подкожные вспрыскивания. Ответ на эту загадку обнаруживается в чудесном составе красной клеточки. Молекула гемоглобина самая крупная и сложная из всех молекул в природе. 432 атома углерода, 4812 атомов водорода и так далее. И еще, спрятавшись в глубине этих атомных джунглей, лежат 4 атома железа. Атомы, от которых зависит ваша жизнь. Когда красная клетка проходит через легкие, она нагружается кислородом и превращает его в твердое вещество моментальным заржавлением атомов железа. Но этот процесс обратимый. Кровь можно освободить от ржавчины так же быстро. Когда кислород достигает места назначения, он превращается снова в газ, и нуждающаяся в нем клеточка может пользоваться им. Но и на обратном пути кровь не бездельничает. Она совершает не менее важное и более сложное дело, чем доставка кислорода во все клеточки. Она уносит отработанный газ из моторчиков клеток в тело вашего. Мы все знаем, что отработанный газ машины опасная вещь. Но отработанные остатки клеток могут быть не менее вредными. Отработанный газ клеток ткани это в основном двуокись углерода. Она бесцветна, невидима и не имеет вкуса и никакого запаха. Мензурка наполнена двуокисью углерода. Газ потому не выходит из нее, что он тяжелее воздуха. И по той же причине его можно лить почти как жидкость. Двуокись углерода погасила свечи очень быстро. И могла бы с таким же успехом погасить вашу жизнь. Если бы не еще одно чудо совершаемое кровеносной системой. Во многих отношениях к крови труднее справляться с двуокисью углерода, чем с кислородом. Как и кислороду, ей нужно из газа стать твердой. Но кроме того, ее нужно специально обработать и обезвредить ее в крови, чтобы она не могла отравлять кровь. и так самая быстрая реакция в истории химии двуокисью углерода выхватывается из ткани красными клетками крови. И после гидротации становится угольной кислотой. Но ни красные клетки, ни сосуды не выносят этой кислоты. Ее нужно нейтрализовать немедленно. Для этого кровь уже запаслась калием, самым сильным борцом с кислотой на полке лаборатории химика. Это слабый раствор угольной кислоты. Нейтрализовав кислоту, красная клеточка отдает ее сосудам. Где она в комбинации с солью в плазме образует не что иное, как простую питьевую соду. В таком вполне безвредном виде она идет по венам к легким. Но тут возникает другая проблема. Наши легкие не способны выдыхать питьевую соду. Их клетка снова берется за дело. Во мгновение ок она собирает это вещество и снова двуокиси углерода пропускается сквозь стенки капилляров в легкие и мы выдыхаем ее в воздух. Помните, что все это нужно делать быстро, чтобы еще оставалось время снова нагрузиться кислородом и превратить ее в твердое вещество, прежде чем он достигнет кончика капилляра длиной менее полумиллиметра. ожидать всего этого от красной клетки все равно, что заставить человека выгравировать молитву отче наш на булавочной головке, пролетая мимо нее из дула пушки. Да, наша жизнь висит на очень тоненькой, но очень чудесной ниточке. Конечно, наибольшее внимание в кровобращении уделяется сердцу. Недостаточно слов для описания этого чудесного двухцилиндрового насосика. В сфере рентабельных проектов сердце единственное в своем роде. У каждой половины сердца своя пара клапанов. Митральный клапан напоминает парашют. Нежные нити прикреплены к краю клапана и к стенке сердца. Когда перепонки вздуваются, чтобы закрыть отверстие, нити оказываются как раз нужной длины, чтобы позволить клапану закрыться и не больше. У клапана аорты другое строение. Три небольших перепонки образуют впадины на внутренней поверхности стенки артерии. Мы можем многое узнать о сердце, изучая его таким образом, но есть весьма важные данные, которые можно получить только заглянув вовнутрь человеческого сердца, когда оно бьется. нам это кажется невозможным. Верно, еще недавно это было невозможно. Но здесь, в научном институте МУДИ, работая объединенно с знаменитым хирургом, мы разработали метод рассматривания сердца именно в таких условиях. Это настоящее человеческое сердце. Пару часов тому назад оно качало кровь в сосудах тела человека. Владелец замещал свое сердце науке для изучения с целью умножения познания его жизненных функций. Познание которые когда-то помогут спасать жизнь другим. Машина заставляет сердце биться и исполнять работу насоса ту, которую оно делает в теле. Мы провели наблюдательные ходы над клапанами, чтобы наблюдать за их работой вблизи. Это митральный клапан левой половины сердца. Заметьте как ритмично он открывается и закрывается, позволяя сердцу наполняться и твердо противостоять давлению, когда жидкость выпускается. Это тот же клапан, только видимо изнутри сердца. Заметьте эти нежные струны, удерживающие парашютоподобные выступы. Это аортный клапан с его тремя полупрозрачными выступами, плотно закрывающими обратный поток. Посмотрим на нижнюю сторону этого клапана. С этой машиной мы можем изучать сердце в различных условиях. Мы можем увеличить или уменьшить скорость пульса. Ограничив течение крови от сердца, мы увеличиваем давление и видим работу сердца и клапанов такой, какой бы она была у пациента с высоким давлением крови. Ограничив течение крови к сердцу, мы видим, что происходит, когда у пациента низкое давление крови. Ограничив течение в достаточной мере, мы можем симулировать состояние шока. Сердце качает вполне хорошо, не так ли? Да, но это сердце всегда работало хорошо. Оно служило своему владельцу 85 лет. За все время оно сделало 3 миллиарда 400 миллионов ударов и накачало крови достаточно для наполнения озера порядочных размеров. И все это без единой остановки для ремонтов. Насос, сделанный из самой лучшей стали и опытными мастерами, не мог бы сравниться с выносливостью человеческого сердца. Конечно, как и все другие ткани тела, сердце подвержено своей доле болезни и ранений. Нормально, здоровое сердце может работать очень много, но болезнь наносит серьезные повреждения. В последние годы были выработаны удивительные методы действительной починки человеческого сердца. Я еще не слышал, чтобы кто-нибудь отдал сердце для шлифовки клапанов, но верить или нет, клапаны сердца иногда заменяют вот такими клапанами из пластмассы. Клапан вставляют в спускающуюся аорту прямо над сердцем. Перед нами рентгеновский киноснимок такого клапана, действующего в сердце пациента уже некоторое время. Надеюсь, вам никогда не понадобится искусственный клапан в сердце, но если так, то можете радоваться тому, что пластмассовый клапан вот такой доступен всем. Конечно, это обычно сложное дело, и это понятно, ведь сердечные операции одни из самых точных и трудных во всех профессиях. Попытка производить деликатные операции сердца во время его работы равносильно попытке шлифовать клапаны и подтягивать соединительные тягу моторы машины, когда он работает. Понятно, это было бы легче сделать, если бы сердце можно было остановить во время операции. Очень много инженерного и медицинского мастерства было вложено в разрешение этой проблемы. Несколько сердечно-легочных аппаратов было сконструировано для того, чтобы перенять качание крови во время починки сердца. Одной из первых действительно практичных машин была машина конструкции доктора Петра Саллесбурри, известного физиолога. Во время операции сердце действительно останавливает и машина качает кровь и дышит за больного все нужный для операции время. Утешительно знать, что поврежденное сердце можно починить. И как нам известно, сердца бывали даже заменены. Но тех, кто считал сердце мистическим источником жизни, беспокоит и немало смущает тот факт, что сердце, хотя удивительное и чудесное, все же только насос. насос, который хотя бы на время можно заменить машиной. Вы думали о своеобразной форме красной кровяной клетки? Некто назвал ее помесью Бублика с блином. Если бы вы и Илья конструировали кровяную клетку, мы бы наверное сделали ее шарообразной, потому что шар самый простой, из компактной формы, самая удобная. У нее большая вместительность, чем у двояковогнутого диска клетки. Она самая прочная из всех форм, и ей легче других форм скользить по запутанной сети кровеносных сосудов. Но у нее есть роковая слабость, она не годится. Здесь в лаборатории мы сделали модели всевозможных форм для красной кровяной клетки. Мы разрезали их так, чтобы разрез был виден во время их погружения в подкрашенную жидкость, и чтобы можно было определить скорость, с которой жидкость впитывается ими. У шара впитывание происходит быстро в начале, но к центру смедляется до скорости улитки. Весьма очевидно, что шарообразная клетка слишком медленно для этого дела. Конечно, самым очевидным выходом из положения кажется превращение шара в диск, и опыты показали, что это действительно разрешает проблему быстрого впитывания. У диска достаточная скорость, но недостаточный объем. Идеальной формой для клетки была бы форма, совмещающая в себе емкость, скорость и прочность. Нам нет необходимости гадать, какой она должна быть. Это можно определить научной мочав законов газа, и применив к ним принципы исчислений высшей математики, возможность влечь в формулу, которая даст максимум емкости при максимуме скорости и вот эта формула. Она учитывает все те упомянутые нами переменные качества, законов газа, емкости, площади поверхности и времени. Работники лаборатории трудились несколько недель над этой формулой, чтобы установить сравнительно немного пунктов, указывающих форму. Они как будто совпадали с действительной формой красной клетки, но нам были нужны более точные и надежные данные. И мы предоставили проблему Департаменту прикладной науки при Интернациональной Корпорации Коммерческих Машин. Доктор Эдгар Смит, специалист математик, передал разрешение проблемы гигантской исследовательной вычислительной машине. Остается только нажать нужную кнопку и 10 тысяч действий совершается с неописуемой быстротой и ответ на задание на астроскопном экране. Здесь вот поперечные сечения действительной формы красной клетки. А это фотография формы данной большой вычислительной машиной, извлеченной из формулы идеальной кровяной клетки. Тот факт, что кровяная клеточка имеет единую совершенную идеальную форму требует объяснения и по-моему единственно подходящим объяснением может быть разумный запасел. Но вопрос возникает чей разум замешан здесь? Одно ясно это не был разум человека. Мы не причастны к этому. Вот она идеальная совершенная форма. Казалось, что если бы человек захотел верить в Бога, он нашел бы только в одной своей кровяной клеточке не менее 30 биллионов прекрасных причин для этого. Чтобы понять все значение предмета, часто необходимо переменить нашу перспективу. Посмотреть на предмет в соотношении с прошлым или будущим это особенно применимо к истории, кровеносной системы. Заглядывая в прошлое, мы видим, что один из самых странных случаев в истории медицины тесно связан с этим. Этот случай связан со смертью одного из президентов Соединенных Штатов. Фактам окружающим эту смерть почти невозможно верить. Вы найдете это случай изложенным в медицинском журнале Вирджинии. Это описание смерти Джорджа Вашингтона. 12 декабря 1799 года шел дождь, снег и дул холодный ветер Маунт-Вернон. Несмотря на погоду, генерал, который казалось был здоровым, следуя привычке, объезжал ферму с 10 часов утра до 3 часов пополудни. На другое утро он пожаловался на боль горла. Он остался дома до после обеда, а потом пошел пометить для рубки деревья. То вероятно у него приступ лихорадки или горячки. С рассветом было решено дать лекарство смеси меласа, масла и уксуса. Затем управляющий фермой, у которого был некоторый опыт пускания крови, был призван. Удаление полулитра крови не принесло облегчения. Доктор Джеймс Крейг прибыл в Маунт-Вернон в 11 часов. Он сказал, обнаружив, что случай весьма серьезен и предвидя смертельный исход в таких случаях, мы послали немедленно еще за двумя врачами. В промежутке снова дважды обильно пускалась кровь, но без всякой заметной пользы. После приезда первого врача-консультанта решили попробовать снова применить пускание крови. Был выпущен почти литр крови без малейшего видимого облегчения положения. Наблюдатель у постели заметил, что под конец кровь текла медленно и густо. Весьма возможно, что у генерала было серьезное воспаление горла. Но не менее ясно, что примененное лечение могло казаться смертельным, если бы он был здоров. Это кажется невозможным, но такой метод лечения был признанным тогда в медицине и оставался еще долгие годы таковым. Теперь такое лечение считалось бы убийством, но и во дни Вашингтона для него нет извинения. Почему? Ведь у постели умирающего генерала лежала Библия Слово Божие. В книге Левиз читаем в главе 17 стих о крови и потом еще в 14 стихе «Потому что жизнь всякого тела есть кровь его». И еще «Жизнь всякого тела есть кровь его». Это не единичные места. Библия, вероятно, говорит больше о крови и ее важности, чем все книги, написанные, кроме разве что учебника гематологии. Возможно, что люди в одни Вашингтона не знали много о крови, но они могли бы верить. Невозможно определить число жизней и суеверия. Из-за отсутствия простой веры в ясные утверждения Слова Божьего, утверждений, бывшие в нем уже тысячи лет. Но число духовных смертей еще более трагично и неизвинительно. Библия еще больше говорит о значении крови в отношении духовной жизни и нашего вечного отношения с Богом. Только тут речь идет не о важности нашей крови, а о его крови, пролитой за вас и меня. Вы находите этому трудно верить? Это центральная тема Библии. Вы найдете ее выраженной буквально сотни раз от начала до конца. Библия говорит, без пролития крови не бывает прощения. И еще, кровь Господа Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вам кажется, это трудно понять? Не вам одним. Но это просто. помните жизнь тела в крови? Это значит, что Сын Божий отдал свою жизнь, чтобы понести наказание смерти за наши грехи. И во возмездие за грех смерть. Вам остается решить только одно. Или это религиозный предрассудок, или действительный научный факт. Если это факт, это самый важный факт во всей вселенной. И ваше вечное будущее зависит от принятия или отвержения его. до Субтитры создавал DimaTorzok